Друзья, всем привет! Это Хилганский сектор, и мы с вами должны будем найти разведданные и спасти выживших, а для начала требуется проникновение на очистительную станцию. И очистительная станция что у нас получается будет через 30 метров? Ну пошли вот по этому крысиному пути, так называемому, ну потому что на стене было так написано, что это какой-то крысиный путь. Так, тут есть у нас контейнер со снаряжением? А, цели пропали почему-то. Почему, неизвестно. Непонятно. Ну ладненько, давайте здесь будем подниматься с вами и продолжать наши поиски, соответственно. Обнаружение врага. Есть вы осторожны, 18. Конец связи. О-оу. Не, ну здесь мы явно не пройдем. Тут вот смотрите, у нас вентиляция. Вот здесь все гораздо проще. Так, там подсвечено что-то. Позвольте, я посмотрю. Давайте еще раз просканируем местность. Хилгастов нет, вроде бы. Туда наверх подняться не получится. Сто, сто метров. Там с вами до цели. Справа обойти нельзя, слева обойти можно, потому что здесь нет никаких лазеров. Так, разгонимся и прыжок. Как-то в момент прыжка он... Вроде бы и скорость нормальная с разбега получается, а вот в момент прыжка он почему-то останавливается. И, знаете, возникло ощущение, что он даже допрыгнуть не сможет. А здесь у нас тупик. Здесь тупик и нужно искать на путь дальше. Ну вот, судя по всему, на этой платформе мы с вами и доберемся туда. Регулярно советуют нам использовать тактический эхолокатор, чтобы иметь всю информацию по месту боевых действий. Это охранник, повышенно-мобильный сотрудник. Прямо давайте на него спрыгнем. Ну вот, про этот прием нам как раз и писали. Оружия у него тоже, как видите, нет? Ну, точнее, есть какие-то банки у него. Но мы их забрать не сможем. Пока что. О, да. Еще один готов. Смотрим цель. У нас будет слева, но надо бы, конечно, посмотреть, что здесь справа у нас есть, правильно? Потому что этот ящик может быть где угодно. Ящик с оружием, боеприпасами и тому подобное. Так, тут подсветочка у нас. Подсветочка для чего? Испорчу им вечеринку. Ха. Ну да. У кого-то, наверное, день рождения. Они решили в шкафчик кусок торта положить. Это у нас аудиодневник. Прошло уже больше месяца, а я так и не получил нужное оборудование. Я не смогу справляться со своими обязанностями, если у меня не будет всего необходимого. Привлекать новых рабочих нужды нет. Мне нужны не люди, а детали. Я знаю, что вы получите это. Хватит уже игнорировать меня. У некоторых из нас, кому не все равно, еще осталась гордость, знаете ли? Знаете, какая интересная особенность этого аудиодневника? В чем она заключается? Она заключается в том, что проигрывание аудиодневника осуществляется посредством динамика на геймпаде. То есть вы сейчас услышали этот голос только лишь благодаря тому, что я динамик геймпада поднес к микрофону. Вот так вот интересно. Ну что, давайте будем двигаться дальше. Вот это был использован. Тот самый прием, про который нам снова только что рассказали. Смотрите, вот там что-то мигает у нас. Сейчас обязательно подойдем, пока оружия нет, как видите. Досье. Поглядим. Городская плотина Векте. Плотина Векте. Высота. Ого. Смотрите, 2 километра. Обалдеть. Возведение плотины осуществлялось в соответствии с планом городского строительства Векта-Сити и продолжалось около 5 лет. Ну а остальное вы можете уже дочитать в режиме паузы видео. А мы с вами продолжаем. Вот мое снаряжение Вектанское. Это система OWL, летающий боевой робот. Работа системы подразумевает 4 режима. Это режим атака. Для этого пальцем по сенсорному, ну скажем так, экрану на геймпаде в нужном направлении необходимо провести пальцем. Значит, также есть режим щит, оглушение. И второй режим у нас был режим троса. Ну и кнопкой L1 задается соответствующая команда. Так, ну практически, практически. Вот можно взламывать системы. Это у нас система тревоги. Сирена, так называемая. Кроме... О, пушку нашел. Я нашел первый контейнер. Направляюсь ко второму. Понял, 1-8. Контейнер с боеприпасами где-то рядом. Ну просто, видимо, жесткая посадка была. И поэтому эти контейнеры разбросало, да? Так, ну что, попробую. Нашел контейнер с боеприпасами. Принято, 1-8. Отлично. Боеприпасики есть. У нас с вами еще также имеется пистолет. Три гранаты. Два пакета адреналина, который позволяет нам воскрешаться, например. Когда убивают. Ну, не убивают, а подбивают. Ранят. Так, серьезно. А также в режиме адреналина можно как бы в замедленном действии атаковать противника. Ну и восстанавливать здоровье соответствующим образом. Так, смотрим. Ну, с пистолетом все понятно. А вот здесь вот интересно. Вот у нас такая пушка превращается в элегантную винтовку. Очень мощную причем. Копится заряд энергии при выстреле. Накапливается, накапливается. Точнее, нагнетается. И потом мощный импульс отправляется в сторону врага. Ну и, по идее, попав в одного, даже если там несколько стоит, то раскидывает, по-моему, сразу всю эту группу. Ну, будем сейчас с вами спускаться. Выбираю в отдалении столб дыма. Скорее всего, это и есть место крушения. Иди туда, проведи осмотр. Выдвигаюсь. Конец связи. Ну вот, скорее всего, как и было сказано, крушение именно в том месте, откуда валит этот дым. Где столб дыма, туда нам, в общем-то, и надо. Ну, давайте пробовать. Вот, я переключаюсь в режим троса. Провожу пальцем по сенсорной области вправо. И давайте спускаться. Интересно, можно ли мне спуститься прямо вот туда? Ну что, сагрил кого-нибудь? Или нет? Ну, давайте быстренько тогда сейчас сюда. Там вот патруль идет у нас. Я думаю, что даже получше будет, если мы спрячемся. Можно вот на них таким образом напасть. Сейчас дадим команду. Сейчас я даже, может быть, на него спрыгну. Спрыгнуть не получилось. А, вот этот замер. Еще раз сканирую. Ну так что? Давайте его оглушим. Все было замечательно. Так, что это? Что это такое? Почему тревогу подняли? Или не подняли? Фиг знает. Сейчас мы сирену с вами взломаем. И все будет чики-пуки. Так, там у нас, смотрите, есть еще боеприпасы. Ну, которые мы, правда, не очень активно используем. Так, окей. Пока они нам не нужны, могут понадобиться, когда будем с вами возвращаться. Так, режим троса. Попробую. Ну нет, нужного угла, к сожалению, здесь нет. А мы с вами сделаем даже проще. Мы сейчас вот так вот поднимемся сюда. И давайте переместимся на другой берег. Так, отсюда же лучше теперь видно все, правильно? Да, все видно лучше гораздо. Пульсар, это 1-8. Я на месте крушения. Что с командой? Трое убитых, тела обыскивали. Похоже, они погибли при аварии. Остальные должны быть где-то рядом. На день их. Не оставляй следов. Уничтожь корабль. Конец связи. Я тебе точно говорю. Ничего не буду. Я убил 42-летчика и семи рэфиктанских пограничников. Сканируем. Эх, далековато, да, видите? Не подобраться. Но надо взломать, чтобы они никого там не вызвали. Сейчас я попробую. Посмотрим, заметят его или нет. Отзываем. Фак! Все, по мою душу. Давайте-ка вот так вот, Грена, раз. Что, она от текстуры, что ли, отскочила? Скорее всего. Ничего, бывает. Подняли тревогу. Сейчас нам будет расправляться этот наш боевой бот. Так, с этим все окей. Позвольте-ка. Прикладиком. Да, все нормально. А у нас подкрепление прибыло. Да, вот это вот прилетели они. Поэтому надо побыстрее все это взломать. Сразу систему успокоить. Давайте их в серп возьмем. Все, тут взломали. Блин, слушайте, какие у них глаза. Да, как круто все видят. Молодцы, молодцы. Нам что дальше по заданию? Найти команду. Ищем команду. Сканируем. И где команда? Вот здесь, смотрите, у нас, видите, зеленые чуваки там внизу сидят. Скорее всего, это команда и есть. Поищем. Может быть, здесь есть у нас боеприпасики. Да, что-то находим. Это у нас гранаты. Конечно же, они нам понадобятся. Ну и давайте теперь искать способ, как спуститься вниз. Да, они там спрятались. Вот, собственно, само место крушения. Отсюда валит этот дым. Три человека погибли. Трое остались. Но там внизу три как раз и сидят. Это у нас элитный агент. Это тоже, наверное, элитный агент. Что, у них у всех одно лицо, что ли? Рад видеть, сэр. Докладывай. Двигатель пробит. До воды не дотянули. Данные у вас? Вот. Каков бы ни был план, надо торопиться. Можем взять челнок в бункере. Зенитки на дамбе порвут нас на мелкие кусочки. Сейчас, парни. Пульсар, это 1-8. Нашел команду и данные. Огневая позиция врага блокирует нам отход. Нитрализую. Прием. Понял тебя. Только без ошибок. Так точно. Конец связи. Я установлю заряды. Держите позицию и будьте на связи. Я вернусь. Да, сэр. Думал, за нами не придут. Мы выберемся, парни. Эй, подождите, а они что, собрались отсиживаться, что ли? Надеюсь, оно того стоит. Печально это все. Ну, в общем, проблема сейчас заключается в том, что нам помешают зенитки. Помимо этого, необходимо зачистить место крушения. Так. Вот там вот один спускается. Может быть, его оглушить? Но если он действительно один, то, может быть, и стоит. Можно, конечно, агрессивно пойти туда. Увидел, да? Давайте попробуем режим защиты. Я покажу вам, как он действует. Ну, вот смотрите, допустим, вот он идет. Мне хоть бы сны, а вот ему нет. Может быть, сейчас еще откуда-то выскочит. Но мне кажется, так и будет. Да, он бежит справа. Ну вот, я стою. Это тоже готово. То есть, пока не уничтожат летающего робота, щит этот будет держаться. По-моему, даже не по времени, как-то это все ограничено. Сканируем. Ну, идем. Пожалуй, идем. Так, ну и дальше. А, вон еще. Нет, не все. Переводим в режим атаки. Котика нашего. Сейчас он перезарядится у нас, и мы... Отправим его куда надо. И... Эй, 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 эй. Рукопашечку хотел. Все. Видите, как сразу все стихло. Ну, соответственно, это означает в этой игре, что противников больше поблизости нет. А мы с вами смотрим. Значит, у нас есть вариант пройти к радиовышке. Не вижу, сколько там метров. 212. И добраться до зенитной батареи поближе будет. Но взбираться, скорее всего, придется по скалам. Пойдем. Наверное, оттуда можно будет быстро спуститься, правильно? По тросику-то. Полезли. Да, кстати, давайте посмотрим на вот этот окружающий красивый мир. Ну как, относительно. Потому что в некоторых местах он сильно разрушен. Убежали. Камни-пад. Камни-пад. Будем с вами осторожными. Сканируем. Вот там, смотрите, наверху чуть лежит. Здорово. Такая же ерунда. Перепрыгнул. А, это патроны. Я думал, а вдруг пакет с адреналином. Ну, было бы круто. Что у вас? Ясно. Продвигайтесь и докладывайте. Конец связи. Продвигайтесь. Продвигайтесь. Продвигайтесь.